Здравствуйте! Сегодня вы увидите обзор планшета IRBIS TQ94 Вот в такой вот коробочке он поставлялся QR-код, название планшета, сайт IRBIS Характеристики в картинках, комплектация Так, задняя крышечка у нас с характеристиками Так, экран у нас 9,4 дюйма IPS-матрица, написано, что 5 точек Но, смотря там, какой экран от какой ревизии завести Если, допустим, у вас в информации написано, что Ну, в информации об устройстве, там, у прошивки Там есть RV1, RV2 RV1, там, это LG, RV2, Samsung Вот, и насчёт 5 точек, вроде везде пишут 10 Ну, я и сам попытался, там, смотрел 10 Процессор всё правильно тут указано Кстати, разогнать можно до 1,5 ГГц Читал на форуме Так, камера Камера Вот тут написано, что 2 мегапикселя Передняя Ну, то есть, вот эта передняя Тут написано, почему-то 0,3 Но на сайте и во всех магазинах написано 1,3 Дальше Вот здесь камера написана 2 мегапикселя 2 мегапикселя она снимает через стандартную камеру Если скачать какое-то приложение, то 5 мегапикселей становится Это даже там в инструкции написано Так, вот тут 3D акселометр Ну, короче, акселератор, видеоускоритель Тут написано, что Mali 400 Но, по идее, это Vivante 1000 Вот В инструкции тоже написано Но это планшет Ну, это Irbis TQ94 или по-другому Ramos W41 Вот А у него в характеристиках написано, что здесь стоит Vivante Здесь почему-то Mali 400 Но, видать, тут написано криво Потому что, если бы здесь стоим Mali 400 Игры бы выглядели немного по-другому Это об этом позже Вот Разработанного в России Произведение в Китае Понятно Так Итак, мы посмотрим, что у нас в коробочке Непосредственно в планшет мы перейдем чуть позже Так, посмотрим, что у нас тут в коробке Блин, у меня всегда вот эти Такие вот коробочки бесели Хрен открываешь Ах, ё-моё Ого, всё Сейчас мы её откроем Так, вот Ещё с этой стороны и всё Блин, о, всё Так Вот здесь у нас Лежала планшета Транспортировочной плёнки Так А вот Сверху на транспортировочной плёнке Была наклеена вот эта штучка Блять В общем, уже ничего не было наклеено Так Вот это вот мы вытаскиваем Так Можно её сюда Так Пошли дальше Вот Вытаскиваем Так Видим В комплекте у нас был ОТГ кабель Так И сразу же Все Читатели Формулы 4 Пуда Если сейчас кто-то смотрит У меня сразу же к вам вопрос Ну, вроде как бы Обычный ОТГ кабель С виду А вот эта штука зачем Вот куда её пихать Не знаю Я покопался Так Ничего и не нашёл Вообще Ну Можешь вы мне ответите В комментах Или на форуме Вот Мой Мой ник На форуме Александр Северов Ну, так же, как и на Ютубе На канале Вот Блин Я даже не понял Зачем вот эта штука Ну Флешки Всё втыкается Всё норм Я проверял 3G модем От мегафона Хуя Хуя Вэй Е 173 Работал прекрасно Никаких прок ставить не надо Всё Включаешь Сразу Определяется Дальше Здесь у нас находится USB кабель Так Я его не вытаскиваю Я телефон Пользуюсь USB кабель Дальше Вот она тоже Наша инструкция Тоже как бы ничего Но Опять же Здесь почему-то Те же самые характеристики Написано Что и на коробочке То есть Mali 400 Это первое Что мне бросается В глаза Почему Везде же Виванта Пишется Виванта Тысячная А здесь Мали 400 Может быть Они конечно Что-то изменили В сборке Но Когда проверяешь На деле Мали 400 Чтобы работа Немного Гладше Сейчас Я вам это Покажу Так Берем Так Теперь Непосредственно К планшетам А Так Еще Еще одна Штука Которая была В комплекте Это Зарядочка Зарядочка Так Сейчас Зарядочка У нас Была Вот такого Вот Толстого Такой Блок питания Вот этого Я не стану Островать Пофиг Что Поклеим Такой Вот ход Как На старых Ноки Такой Тоненький Так Берем Так Ну что ж Сам планшет Сам планшет Сам планшет Так Перейдем Ну Вот такой Вон сзади Камера Такие штучки Чтобы не скользили По поверхности Вот Ирбис Ну или Рамос Смотря Какого Скай Версия Потом Серийный Серийный Код Специально Закрываю На всех Слышу Чтобы Ничего Не увидел Так Сейчас Я сделаю Яркость Побольше Так Матрица Так Первая Матрица Мне прям Вообще Очень понравилась Так Конечно Вообще Так Гладко Сенсор Так Хороший Так Я транспортировочную Пленочку Не снимал Поэтому Может Сенсор Немного Будет Нечистительнее Но Даже С пленкой Он Вообще Супер Идет Вот Мне очень Понравилось Так Вот Теперь Насчет Игр Вот Сабвый Серфер Нормальный Обычный Из Гугл Плея Открываем Его Вот И теперь Убедимся Что Здесь Скорее Всего Стоит Не Мали 400 Сейчас В сторонке Уберем Не Мали 400 Что Что Шла Б Игра Намного Лучше Сейчас Мы Это Увидим Кстати Вот Саундбар Ой Саундбар Слайдбар И Он Прячется Что Немаловажно При просмотре Фильмов Удобно Ну Или В тех Самых Играх Не Важно Так Вот Видите Это Вот Всегда В чем То Возникает Такой Баг Вот Вот Видим Херня Такая Так Сейчас Есть Один Вариант Это Исправить То Есть Для Начала Меняем Ориентацию То Есть Вот Так На Так Во Вторых Должна Быть Вот Здесь Убрана Галочка Смотрите Где Вот Вот Здесь Должна Быть Убрана Галочка Вот Ускорить Работу В ДПУ Так Яркость Добавим Попробуем Еще Раз Запустить Не Всегда Конечно Но Иногда Идет Нормально В принципе Тут Как Пойдет То Нельзя Сразу Сказать Что С Первого Раза И Запустится Нормально Вот Это Сразу Первый Признак Что Здесь Стоит Не Мали 400 А Vivante Потому Что У него Всегда Проблемы С 3D 2D Идет Отлично Вот Сейчас Вот Как видите Хорошо Скорее всего Вот Проблема В этой Оргентации Вот Давайте Попробуем Поиграть Вот Уже Вот Насколько Вы видите Наверное Даже На камере Это Заметно Что Немножко Подтормаживает Ну Или Это Мне Кажется Но На моем Флай Практически С таким Характеристиками Только Видеоускорителем Power VR 544 Игра Идет Намного Намного Половнее Вот Ну Хотя Я вот Сейчас Смотрю Объектив Камеры И вижу Что У вас На камере Показывается Все В принципе Довольно Таки Гладко Хотя Я На самом деле Вижу Абсолютно Другое Так Ну По крайней мере Это наблюдается Вот В этой Игре Еще Мы можем Такую же Фигню Увидеть С Дет Триггером Но Там Чтобы Не Зависало Также Надо Переключить Чтоб Меньше Зависало Надо Отключить Чик Провернуть Экранчик Чтоб Меньше Зависало Зайдем Дет Триггер Вот Я его Уже Скачал Подождем Пока Запустится Запустилась Игруха Так Ну Смотрите У меня Настройки Стоят На Высокий Если Поставить Автоопределение То мы Сейчас Видим Как Поменяется На Низкий Но Особо Я Как Смотрю Ничего Не Изменилось Так Как Это Обучение Видите Я Не Могу Ничего Тыркать Поэтому Переходим К Миссии Сейчас Вы Увидите В чем Заключается Проблема Проблема Заключается В том Что Вот Видите Вот Рука Она Дергается То есть Оружие Стреляет Как Б А Рука Стоится На Месте И Она Дергается Немного Переходит Прицел Все Стреляет Рука Дергается При Перезарядке Рука Вообще Не Видно То есть Вот Так Вот Сейчас Это Можно Будет Наблюдать Оба Она Исправилась Что Все Таки А Хотя Нет Все Равно Глючит Видите Что Вот Подглючивает Немножко Мобы Подглючивает Вот И тут Тоже Смотрим Это Заметно Сразу Можно Попробовать Поставить Текстурки Побольше Но Что-то Я сомневаюсь Что это Что-то Изменит В принципе Ну По крайней Мере ФПС Не Проседает Вот Странно Почему-то Вот эти Вот Глюки Почему-то Пропадают Я даже Когда Вот Показываю Вам Кажется Что Я Вору Хотя Я Сегодня Сидел В него Играл Но Нифига Блин Вообще Странно Он себя Ведет Я Просто Не понимаю Ну И до Этого У меня Виванта Не было Ни одного Были Только На Мали Допустим Если Поставить Максимально Максимально Если поставить Конечно Вот В меню игры Ни черта Не поменялось Здесь Поменять Мали Чё Ой То есть Виванта Чё Хорошо Намного Мощнее Но Поддержки У Многих Разработчиков Нет Где Будем Теперь Писать Кстати Сам брат Наш С таким Видеочипом Видеоускорителем Это Аинахиро Второй Вот У него тоже Видеочип Виванта Стоит Тысячный Ну Блин Вот Если Брать Синтактические Тесты То Наш Видеоускоритель Самый Мощный Вот Видите Вот Она Пошла Рука Вот Но Это Скорее Всего Только На Максимуме В принципе Ну Как Если Поставить Средненькие Так Что еще Хотелось бы Сказать В принципе Планшет За свою Стоимость Себя Оправдывает Для игр Может быть Он временно Не предназначен Временно То есть Не всегда Поддержки Не будет От разработчиков Только Ну Займёт Некоторое Время Ну Может быть Полгода Когда Планшетов Выходит Побольше На таком Видео Чипе Что еще Хотел сказать Ну Нету HDMI Входа Кстати Вот Везде В описаниях Есть HDMI Я не Посмотрел Ну И Короче Был Немножко Огорчен Хотя Это Не такой Уж Большой Недостаток Просто Я хотел Телеку Подключать Ну Я Обломался Ну Да Ничего Так Посмотрим Что здесь У нас На средних Так На средних Вот Опять же Рука Есть Только На минимальных Нет Ну Понятно Ну Тянет Только На минимальных Так Чтобы Сильно Не палиться Так Вот Dungeon Hunter Четвертый Так Я много Вам не смогу Показать Потому что У меня батареечки Вот Видите Все 24% Сейчас Я включу Wi-Fi Она запускается Только С Wi-Fi Ну И посмотрим Тем более Я еще Даже До этого Ее Тоже Не Запускал Так Камера Снимает Довольно Так Прилично Корпус Выполнен Хорошо Без Косичков Люфтов Ничего Нет Вообще Мне Понравился Дизайн Микрофончик Вот Кстати Микрофон Сделан Кнопочка Дреля Ресета Сбоку Котелька Громкости Немножко Корпус Давлен Нажимать Немножко Тугово Ну Сложновато Микро USB Вход Под Флешечку Потом Наушники Вход Под Зарядку Здесь Ничего Нет С боковой Страны Здесь Тоже Ничего Нет Подожди Несколько Секунд Еще Плюс Этого Планшета Не Понял Что за Фрейк Что за Фейк Ну Включение Вайфа Вайфа До этого Таких Глюков Не было Так Сейчас Секундочку Может быть Что-то Не то Сейчас Включим И выключим Странно Почему Раньше Такого Не было Вот Уже Сколько Дней Пользуюсь Такого Не было Никогда Давай Еще Раз Включить Не Включается Что за Фигня Почему Не Включается Вайфай Почему Почему Странно Фу Хрень Ну Включение Вайфай Сучка Почему Не может Включиться Странно Секунду